Добрый вечер, меня зовут Аджун Абрахамс, и я буду рассказывать о инъекциях безопасности в среду исполнения БЭП-приложений. Я занимаюсь инжинирингом в области безопасности в компании Имьюна, занимаюсь приложениями, разрабатываю средства обеспечения безопасности для Mobile Security Framework. Ну и кроме того, я еще выступаю как фрилансер в небольшой компании, которая специализируется на вопросах безопасности в приложениях. Сегодня поговорим о приложениях, которым требуется безопасность в среде исполнения, во время исполнения РАСП. Моя презентация будет полностью посвящена РАСПу и всему, что связано с РАСПом. Я хотел бы также поделиться с вами своими выводами, сделанными в процессе работы с инструментами РАСП. Собственно, я не буду говорить о том, что уже не актуально сегодня. Давайте начинать. Это вот некоторые из проблем безопасности, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Написание кода для обеспечения безопасности – это непростая задача. Я знаю это по своему опыту. Даже когда вам помогают, даже когда у вас есть соответствующие рекомендации, большая часть организаций используют стратегию типа Agile. Это значит, что ваши новые сборки, релизы появляются с завидной регулярностью. Но есть вероятность, что вы все время будете заменять то, что уже существует, тем, что уже существует. Есть другие проблемы, такие как хайджекинг сессий и другие. Речь идет не только о самих уязвимостях. Есть другие проблемы, касающиеся безопасности приложения, особенно веб-приложений. Если говорить о среде веба, фреймворке веба, люди не пишут веб-приложении с нуля. Используются различные фреймворки, существующие в Python, в Django, в Java. В Java таких фреймворков достаточно много. И у всех у них уже есть какие-то встроенные средства безопасности, такие как встроенные CSR-токены, шаблоны, API-интерфейсы, ESCAPE, которые позволяют избегать применения вредоносных криптов. Все то, что позволяет вам писать приложения, включая приложения для баз данных в достаточно защищенном режиме. Что нам нужно понимать здесь? Все это доступно в виде существующих API-интерфейсов. Вы можете их использовать для того, чтобы делать вашу среду более защищенной. Но когда разработчики, инженеры пишут защищенный код, все равно возникают определенные проблемы. Ничто не совершено. Если говорить о различных фреймворках безопасности, очень часто возникают проблемы неправильного конфигурирования токена. Вот эти неправильно сконфигурированные токена выталкиваются в промышленную среду. Если говорить о избежании шаблонов, есть такие вещи, как HTML, ESCAPE. Достаточно сложные вещи. Это то, что отличает нас от самых разных существующих вещей. Мы избегаем контекста HTML, но все равно существует вероятность того, что возникнут уязвимости, которые можно эксплуатировать. Я хочу вам показать один пример. Итак, это HTML, ESCAPE, пункт HTML, ESCAPE. Что мы тут видим? Тут у нас имеется соответствующий фреймворк, и мы видим, что у нас тут присутствуют два пользователя. Пользователь один, пользователь два. Мы обходим ESCAPE.HTML функцию. Но вот видите, здесь у нас все в порядке. А в втором случае HTML, ESCAPE, не работает как надо. Это очень простой пример, который показывает, что функции, которые обеспечиваются фреймворками Web Security, недостаточные. Можно запросить Rails SQLI. Мы можем получать все это в коде Acura и в других вещах более высокого порядка. Есть другие вещи, такие как session hijacking, file uploading и так далее. Все это не закрывается вашим фреймворком. Давайте продолжать. Вам требуется фреймворк безопасности или инструментарий безопасности, который будет перекрывать эти уязвимости. Большинство людей считает, что достаточно использовать WAF. Давайте попробуем воспользоваться WAF. Из истории WAF мы знаем. WAF существует с 99-го года прошлого века, 19 лет уже почти. Я все время говорю аудитории, кто из вас использует вашей компанией, WAF. Поднимите руки, пожалуйста. А кто из вас... Еще два режима WAF. Кто из вас в режиме DifferentiMode используя WAF? Никто? Вы купили WAF, заплатили столько денег и используете все это только в режиме мониторинга? Большинство организаций имеют WAF, но большинство из них боятся использовать его в режиме DifferentiMode. Используют его только в режиме мониторинга. WAF это нечто большее, нежели средство обнаружения атак. Вы обнаруживаете уязвимость в вашем приложении, вы являете атаку, но этого недостаточно. Вы можете реагировать на большое количество ложноположительных результатов. черный список — это неправильный подход. Большинство фаерволов в веб-приложении используют WAF. Нам об этом известно. Но это неправильно. И завтра или послезавтра это все обойдут. Соответственно, требуется что-то новое. У вас появляется уязвимость. Такие уязвимости могут появляться на самых разных участках вашей инфраструктуры. И все это может работать таким образом, что WAF вас не спасет. WAF диктует вам определенные правила. Вы их внедряете, применяете, их обходят. Какие-то новые правила применяются, их тоже обходят. Это очень важно понимать. WAF — это продукт, предназначенный для защиты, но он служит только делу выявления атаки. Но он не позволяет эту атаку предотвратить. Он не принимает решения о том, разрешить пропускание того или иного трафика или нет. Вы никогда не видите, что это на самом деле. Какой-то вредонос проникает в ядра вашего приложения, и дальше начинают исполняться функции, которые вам совершенно не нужны. Подведем итог. Достоинством WAF является его черный список. WAF выявляет атаки, но не указывает на уязвимости. Отсутствует прикладной контекст. WAF срабатывает по требованию, ориентируясь на запрашиваемые объекты. Запрос поступает из интернета, попадает на WAF, и затем передается в приложение. Говоря о WAF, прежде чем переходить к RASP, необходимо обсудить в WAF более подробно. Его разработчики постарались сделать даунграйдинг. Возьмем безопасность в PFS. На самом деле это неуязвимость. Представим себе, что ваш трафик в PFS, интернет-трафик, захвачен атакующей стороной. Он хочет расшифровать ваш трафик и получить доступ к данным. Это невозможно. К сожалению, PFS не поддерживается большинством WAF. Поэтому, если у вас есть вот такой центр обеспечения безопасности высокого порядка, вы не можете все пропускать через WAF. Все это можно обойти. Это означает, что проблема, которая возникает, она связана с WAF. У вас есть vulnerability proxy, есть другие технологии, которые позволяют анализировать трафик. Но тут все зависит от того, как вы регулируете ваши параметры производительности. Ну вот мы уже подошли к TLS-1.3. Скоро появится TLS-1.3. Это то, что не позволяет атакующим извлекать частные закрытые ключи из памяти. Скоро такая возможность появится. И будет поддерживаться все, что представлено на этом слайде. У вас есть WAF, позволяющий выявлять атаки и предотвращать их. Затем появятся SAST, DAST и AST. Следующие два SAST и DST. Это инструментарий, который не только позволяет выявлять атаки, но и решать более широкий круг задач. Наконец, появляется RASP. Он выявляет атаки, но он предназначен для этого. Он предназначен для выявления собственных уязвимостей. И их закрытия. Ну и дополнительные функции он поддерживает тоже. RASP позволяет выявлять и атаки, и уязвимости. Но выявление атак – это не главное назначение этого инструмента. Представим себе, что у вас есть уязвимое приложение. Вы активируете RASP, который предлагает вам в значительной степени изменить код. Вступают в действие определенные требования к аппаратным средствам. Все это работает внутри приложения. В конечном счете, все крутится вокруг вашего приложения. Ну, таким образом производится инъекция защитной функции, функции безопасности. Security injection. Многие говорят, что это черный список. На самом деле, это не просто черный список. Черный список – это неправильный способ обеспечения безопасности. Где же в идеале следовало бы обеспечить безопасность? Мне представляет, что это внутри приложения, а не вокруг него и не до него. Безопасность, механизмы безопасности должны работать внутри своего приложения. Должны понимать, как потоки проходят через приложение и как это приложение функционирует. Что-то разные типы RASP. Нет единого определения. Я изучил разные определения RASP. Прочитал самые разные документы. Все они доступны в интернете. Первый тип – это сравнение закономерности с черным списком. Запрашивается WAV. Существует также динамический подход. Но здесь вам приходится делать с очень крупными приложениями. Наконец, визуализация и разделение. Здесь все зависит от платформы. У вас есть Java, у вас есть JVM, но не на всех платформах это поддерживается. Наконец, инструментация кода и динамический white-listing. Составление белых списков в динамическом режиме. Это хороший подход. У него тоже есть свои недостатки. Ну, давайте двигаться дальше. Итак, RASP, реализация RASP посредством инструментации через API интерфейс динамический white-listing. Я, кстати, вам предложу с несколькими демонстрациями познакомиться. Вы увидите, как все это выглядит на практике. Вы увидите, как модуль RASP позволяет предотвращать угрозы. Ну, есть и другие проблемы, с которыми RASP позволяет справляться. Кроме того, я вам расскажу о своем собственном исследовании, исследовании, которое я пока еще веду. Существует три вещи, которые нужно понимать, прежде чем будем продолжать. Три техники. Первая – это monkey-patching. Это пэтчинг в режиме обезьяны. Это инструментация с помощью API интерфейса. Далее лексический анализ. Достаточно полезный подход. Ну, и, наконец, контекстное определение, детерминирование. Это относится не только к RASP, но это те алгоритмы, которыми я активно пользуюсь. Если вы не очень хорошо знакомы с функцией runtime-hooking или патчирование функций, я проиллюстрирую все это с помощью демонстрации. Вот мы видим здесь символ HTML. Это скрипт Java. Hello, we love you. Жмем сюда. И вот что мы видим. We don't love you anymore. Мы вас больше не любим. Больше не люблю. Меняется функция. То, что функция должна делать во время исполнения, в среде исполнения. Нам требуется вот эта концепция. Это одна из главных концепций в RASP. Двигаемся дальше. Давайте перейдем к лексическому анализу и генерированию токенов. Это то, о чем должны хорошо знать люди, которые занимаются компьютерной техникой. Видим заявление лексического анализа, токен. У нас есть ключевое слово, открывающая скобка, идентификатор, оператор. И три точки – это число. Как это работает? Мы игнорируем все пустые пространства. Обнаруживаются символы, которые невозможно распознать. Допустим, у нас поступает какое-то пустое пространство. Смотрим. Вот такие вводимые данные. IntValue равно 100. Мы получаем вот такие вот токены. Keyword, Identifier, Operator, Constant и Symbol. О чем будем говорить? Мы будем говорить о white space, пустых пространствах и common sense. Ну вот, смотрите. Все это у нас здесь есть. Почему мы об этом говорим? Сейчас вы поймете. Это вот определение контекста. У нас есть код HTML, который мы должны понимать. Это очень важно. Достаточно сложная штука. И все это появилось вместе с самими веб-приложениями. До сих пор остается проблемой. Что происходит, когда мы используем партиер HTML? HTML, и исполняем тело HTML, и создаем дерево нисходящее, ниспадающее. У нас тут имеется tag head. У нас есть основное тело, атрибут ID. Tag HTML. И дальше метки hello и так далее. Это одна из главных вещей, которую мы должны понимать. Такие уязвимости имеют место, потому что ваш интерпретер не способен различать ядро и директора. Это ваш компьютер. Ваш компьютер не может различать код и данные. Вы не знаете, как перенести механизм безопасности на верхний уровень. Часто мы пытаемся сделать это вместо того, чтобы решать основополагающую проблему. Для этого необходимо различать данные и код. Давайте посмотрим, как мы решаем эту задачу. Помните, я говорил вам про лексический анализ? Мы говорили про multipatching и contact determination также. Давайте поговорим о предотвращении Injects SQL. Итак, Injects SQL. Мы видим a select from a user input. Мы знаем, как это достигать. Что мы будем делать? Я в начале презентации говорил, что мы будем использовать приложение, написанное языке Python, самое неуязвимое. Это вот наше выражение SQL. Что мы здесь делаем? Мы используем multipatching. Это вот наш аргумент. Мы передаем аргумент для лексического анализа. И выглядит это все примерно вот так. Select from logs, ну и так далее. Select keyword. Все, что на этом слайде вы видите. Итак, мы сгенерируем вот такой токен. Атакующий пытается отсутствовать инъекцию вот такой полезной нагрузки. Структура полностью меняется. Это лишь пример. Что мы делаем? Мы пытаемся изучить приложение. Во время этапа изучения мы генерируем токен для данного контекста. Это то, что вводит пользователь. У нас есть ключевое слово. White space operator. У нас есть select logs, select history. Логи и история. History – это то, где у нас должны, собственно, быть данные. Дальше у нас структура полностью меняется и все блокируется. Ну, давайте перейдем к демонстрации. Итак, что я сейчас буду делать? Я сейчас запущу сначала уязвимое приложение на питоне. Итак, это наше уязвимое приложение. Классическая инъекция SQL. Итак, мы залогинились успешно. Hello. Вот наш код. Как вы видите, это классическая инъекция SQL. Сейчас я запущу такое же приложение, только с модулем RASP. Единственное изменение – это то, что уязвимый код по-прежнему здесь присутствует. Единственное изменение состоит в том, что у нас имеется здесь модуль RASP. Вот он. Да, и сейчас я кое-что сделаю. Запустим это все. Ну, вот теперь наше приложение работает. Это рабочее производственное приложение. Первый раз, когда вы указываете валидные значения, на этапе обучения ваше приложение изучает контекст, осваивает его. Давайте здесь укажем админ, пароль. Нажмем логин. Регистрация прошла успешно, здорово. Теперь зайдем в базу данных. Я вам покажу правила, созданные под наш контекст. Видите, да? Для этого контекста правило выглядит так. Керут вайтспейс, оперейтер вайтспейс, ну и так далее. Дальше можете все сами прочитать. Это правило, созданное под наш контекст. Теперь, если атакующий пытается шестить инъекцию кода в том месте, где должны быть введены данные, происходит блокировка. Это происходит потому, что изменилась структура. Смотрите. Эта структура достаточно велика. Кроме того, в приложении присутствует модуль RASP. Пойдемте дальше. У нас имеет место удаленная инъекция команды к операционной системе. Что происходит? Происходит хокинг того, что отвечает за исполнение этой команды. Что мы здесь видим? OS.system, ну и так далее. Посредством хокинга мы извлекаем аргументы IP-интерфейса. И, по сути, мы разрешаем все. Токен должен быть заблокирован, поскольку структура изменилась. В следующий раз, если кто-то попытается указать валидные значения, мы видим, что домен IPO, он у нас достаточно гибкий. Это может быть IP или что-то еще. Но все зависит от того, как вы на самом деле все это написали. И успех в данном случае зависит от этого. Когда кто-то пытается осуществить инъекцию вредоносной команды, структура меняется и происходит блокировка. Ну и еще одна короткая демонстрация. Это вот наше приложение, у нас есть возможность проверить статус сервера. Мы можем по IP-адресу провести пинг-тест. Указываем данные, жмем сюда. Это вот наша команда. Можем посмотреть, что тут происходит. Давайте зайдем еще раз туда же. Первая команда наша была изучить структуру. Learn the structure. Приложение изучает все это. И на следующем этапе, в следующий раз, когда вы пытаетесь ввести вредоносную команду, происходит блокировка, поскольку изменилась структура. Двигаемся дальше. Мы поговорили о инъекциях SQL, поговорили о инъекциях команд. Следующее, о чем будем говорить, это кросс-сайтовый скриптинг. У нас есть достаточно большие и сложные HTML-страницы. И требования к производительству в данном случае очень высоки. Поэтому мы используем то, что мы изучили до этого, с учетом контекста. В современных фреймворках, как это все работает, вы можете использовать API-интерфейс типа template-rendering, рендеринг шаблона, и в дальнейшем производить динамическую замену в базе данных в режиме пользовательского рендеринга. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас учтим парсинг по этому ниспадающему дереву. Мы учили хокинг API. Итак, мы учили парсинг вот этого ниспадающего дерева. Мы видим, что первое принадлежит контексту DN, второе принадлежит контексту DWIGHT, контекст HTML. Второе в случае – это значение, относящееся к контексту JavaScript. Ну, как бы там ни было, все равно мы имеем дело с проблемой перекрестного скриптирования. Мы видим здесь World, Hello World, привет, мир, все работает достаточно хорошо. Мы здесь видим HTML, JavaScript, когда мы пытаемся воспользоваться нагрузкой подобно этому. Что происходит? Пусть и блокировка. И мы видим ложноположительное срабатывание. Мы запрашиваем контекст. Мы знаем, каким контекст должен быть. И мы пытаемся избежать того, что у нас может произойти в этом контекст. Еще одна демонстрация. Наше уязвимое приложение, поле поиска данных. Мы используемся классической полезной нагрузкой. Все это должно появиться здесь. Вернемся к исходному коду. Мы видим все это в контексте HTML. Ну, все это отражается и в контексте значений JavaScript. Ну, вот так вот это может выглядеть. JavaScript и контекст значений JavaScript работает отлично. Сейчас мы то же самое пытаемся проделать в нашем приложении. Давайте попробуем ввести обычные стандартные данные. Произведем партию контекста. Здесь мы зайдем в правила, мы увидим с вами. Прошу извинить. Прошу извинить. Прошу извинить. Прошу извинить. Так, вот теперь я передаю полезную нагрузку, и мы видим, что здесь все не так хорошо защищено, как в коде у нас. Если мы перейдем к исходному коду, мы видим, что мы видим здесь HTML escaping, а здесь мы видим то же самое для значения JavaScript. Это вот такие самые распространенные проблемы безопасности приложения. Стоит поговорить о предотвращении дом XSS. Люди используют самые разные фреймворки. Мы можем прописать HTML непосредственно в нашем доме. Что мы делаем? Так же, как мы это делали в других случаях, мы будем использовать среду исполнения для того, чтобы снять хукинг на этих API-интерфейсах. У нас имеется достаточно хороший инструмент, пригодный для HTML и для слипа Java. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы будем встать хукинг, хукинг в API-ликури, и будем передавать аргументы. А потом будем получать тот выход, который нам нужен. Итак, мы видим здесь импорт DECORIN. Все то же самое, что у нас уже было. Что я сейчас делаю? Я пытаюсь отшлить инъекцию HTML. Это аварийный сигнал 1 в скрипте, а скрипт alert 1, скрипт alert 2. Вот наш HTML. Мы видим, что весь контент Java скрипта у нас извлечен. Отсутствует owner атрибута. И мы видим, что вредоносный контент у нас удален из скрипта. Возвращаемся в презентацию. Другие проблемы обеспечивают безопасность приложения. Достаточно распространенные вещи, я о них уже говорил. Мы здесь говорим о предотвращении тамперинга с помощью глаголов, предотвращении инъекций в заголовке и так далее. Нужно слепую блокировать запросы трейсера. Не все, но некоторые из них. Вот так выглядит эта опция. Но на самом деле мы можем в однектальном режиме решать гораздо более широкие задачи. У нас есть API, который отвечает за работу с запросами степел. Можем воспользоваться конкретными корнями. У нас есть соответствующие корни. И пойдем по этому конкретному маршруту. После того, как прошел этап обучения, если вы видите что-то, что не относится к вашему списку, вы это блокируете. Давайте вернемся к демонстрации. Это домашняя страница приложения, конкретного приложения. Мы видим правило для этого корня R. Оно сгенерировано для всех валидных потоков создаваемых приложений. По сути дела, мы создаем такой достаточно строгий, но белый список для этого приложения. Мы разрешаем использование только запроса GET в данном случае. Указываем URL-ку. Вот мы видим здесь блок RASP. Достаточно полезная технология для предотвращения неприятностей. Пойдемте дальше. Предотвращение инъекций заголовки. Это достаточно такая распространенная уязвимость. Даже в некоторых фреймворках она не преодолена. Что происходит? Мы пытаемся разделить, расщепить заголовок. У нас есть целый перечень средств расшления инъекций, ухода, обхода, эскейпинга. API ищет конкретные символы в заголовке, выявляет то, что имеет значение, и если он их находит, он их блокирует. Ну и снова короткая демонстрация. Что я сейчас буду делать? Я попытаюсь. Итак, заголовок. Это защищаемое приложение. Все работает как нужно. Когда я попытаюсь расщепить заголовок, добавив туда нечто, ну вот, например, знак процента A, знак процента B, происходит блокировка. Я не туда все это вставил. Давайте-ка я исправлю ошибку. Ну вот как-то так. Ну вот, я пытаюсь осуществить инъекцию в заголовок. Это только один пример. Вернемся к презентации. Итак, классическая защита от файла-аплоудов. В интернете есть примеры того, как это может выглядеть. Разработчики копируют обращение к приложениям. Сегодня большая часть приложений испытывает проблемы с файл-аплоудом. И благодаря этому злоумышленник имеет возможность выгружать крупные файлы. Мы можем использовать IP-файл.io. Итак, мы видим настройки здесь. Open. У нас есть путь доступа к файлу. Мы можем отсюда получить информацию, что этот контекст дает нам возможность записывать файл. Мы создаем белый список. И в следующий раз, когда кто-то пытается выгрузить файл, который не относится к нашему белому списку, мы его блокируем. Давайте снова перейдем к демонстрации. У меня в моем приложении есть функция upload выгрузки на сервер. Есть файлы PDF. PDF. Окей. Еще один файл PDF. Он тоже выгружен. Теперь зайдем в правила. Файл.il.write. Видим данные. И здесь мы видим, что для данного контекста мы должны, можем загружать только видеофайл, а все остальное неприемлемо, запрещено. Пытаемся выгрузить файл DS в JavaScript. Он блокируется. Все ясно и понятно. Если вы посмотрите на правила WAV, вы увидите подобного рода комбинации. Это могут быть сотни, тысячи комбинаций, подобных этой. Это классический пример обнаружения атак на пути доступа к файлу. Все это может делаться на уровне самого приложения. Что мы делаем? Мы осуществляем хокинг API. Это тот же самый API, но в другом режиме. Мы осуществляем хокк.io.open. Вам разрешено, что у нас осуществляет считывание. Что у нас тут касается типа файла? Файл разрешен только для чтения. Давайте снова вернемся к демонстрации. Это уязвимое приложение. И у нас есть возможность читать файл. Ну и вот, что мы увидим. Если мы попытаемся обратиться к защищенному файлу... Давайте попробуем. Во время фастаи мы пытались понять, понять, что это должны быть за файлы, с каким расширением, и пути, по которым доступ к ним можно осуществлять для чтения. Ну, смотрите, мы можем пытаться осуществить обход, escape, чтобы получить доступ непосредственно с директории, из каталога. Ну и вот еще примеры того, что позволяет делать данные технологии. Есть и другие опции. Ну, я вам говорил уже о том, что это работа в прогрессе, в развитии. Есть такая функция, как session hijacking, или попытка проключения к сессии. Что мы пытаемся здесь сделать? Мы пытаемся сделать что-то для того, чтобы защититься от этого. Сегодня я об этом еще говорить не могу. Возможно, я смогу вам доложить об этом на следующей конференции. Но речь идет о предотвращении атак типа session hijacking, о предотвращении атак типа DDoS седьмого уровня и стаффинга кредов. Зачем? Люди очень часто повторно используют одни и те же пароли. И очень часто получается так, что в компаниях доступ к кредам забрезирован. И в результате возникает проблема. Эти проблемы обусловлены не только наличием уязвимостей. Очень часто они связаны с тем, что отсутствуют соответствующие процедуры в компании. В данном случае используются инструменты точного поражения уязвимостей. И здесь используются динамические белые списки, уайт-листы. Мы знаем, что приложение имеет право делать, и что оно не имеет право делать. Кроме того, работает функция обучения. Каждый раз, когда возникает уязвимость, срабатывает функция САС-ДАСС. Я не хочу сказать, что это идеальное решение, но, во всяком случае, это лучше, чем все то, что было раньше. Мы не трогаем ваше собственное приложение, а у вас есть возможность использовать все это самостоятельно. Это упреждающий подход к обеспечению безопасности. В конечном счете, если мы осуществляем хокинг конкретного API, мы можем обеспечить вашу защиту с нулевого дня. Часто бывающие люди устанавливают определенный модуль. В случае с питоном это выглядит так. В случае с Java это может выглядеть по-другому. Мы импортируем конкретную библиотеку. Те, кто не имеет возможности запускать что-то в производственной среде, могут запускать это в среде ферентинга. Если вы пытаетесь оценить, что представляется в этой технологии, вам необходимо обратить внимание вот на эти характеристики идеального РАСПа и посмотреть, насколько все это хорошо соотносится с вашей средой, с вашими задачами. Не следует при этом вводить какие-то искусственные уязвимости. У идеального РАСПа должно быть минимальное воздействие на характеристики производительности. Не следует злоупотреблять потреблением пользовательских P2, PII. Ну и следует избегать того, чтобы ваша система училась плохому, если угодно. Это должна быть настоящая система РАСП, то есть все должно работать на основе механизмов отличных, механизмов блэклистинга, черных списков. Ну, собственно говоря, я рассказал вам все, что хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, сейчас самое время их задать. Спасибо. Поскольку эта система основана на белых списках, очень важно правильно заполнять эти белые списки. как добиться того, чтобы ваш белый список был полным, с тем, что он работал должным образом, а не блокировал того, что блокировать не надо, полезные вещи. Вот был слайд, посвященный хорошим ценным запросам SQL и плохим запросам SQL. Хорошие были помечены галочкой зеленой, а плохие крестиком красным. Что я хочу сказать? Очень трудно различить, что хорошо, что плохо. Пытаюсь ответить на наш вопрос. Тут речь идет о белом списке, да? Как мы создаем белый список? Мы создаем в режиме обучения приложение. Это делается на этапе обучения. Осваивается вся легитимная функция вашего приложения в разных режимах, в защищенном режиме и так далее. И все это реализуется к тому моменту, когда вы выводите ваше приложение в промышленную эксплуатацию, если угодно. Это не автоматически происходит. Что касается легитимного приложения или поведения пользователей, запросов или поведения пользователей, это выглядит не так. Это постоянный процесс. Приложения учатся постоянно. Не то, что вы до того, как предложить приложение пользователям взяли, весь белый список расставили, и они им пользуются в неизменном виде. Теперь, как различить, как отличить хорошие запросы от вредоносных запросов, то, что помечено красным. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы у нас было две колонки, в одной написано, что это хорошо, это плохо, но это так, не так, так не бывает. На этапе обучения мы пытаемся понять в данном конкретном контексте, что хорошо, а что плохо. Мы используем конкретный API-интерфейс. Он считывает файлы с базы данных, допустим, различные сферакты. И мы определяем, что откуда выбирается. При этом поэтапно меняется структура. Это происходит постепенно. Потом появляется какое-то ключевое слово. Вспомните, как это все происходит в реальном мире. Все это зависит от пользователей, в конечном счете. Пользователи влияют на этот процесс. Если вы используете парсер, вам требуется весь синтаксис. Мы пытаемся отпарсить что-то. И данные, которые мы парсим, анализируются нами применительно к какому-то контексту. Мы пытаемся определить, что хорошо, что плохо, отталкиваясь от того контекста, в котором мы это делаем. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Но если хотите, мы можем еще отдельно обсудить тему. спасибо большое. Спасибо большое. А что произойдет, если на этапе обучения мы что-то пропустим? А потом, то, что мы пропустили, произойдет в работе уже. Это модель, это модель упреждающая. Естественно, мы всегда можем что-то пропустить. Понятно, что на этапе обучения системе мы не можем закрыть 100% случаев. какой-то код, возможно, не будет инициирован. Мы должны здесь выдерживать правильный баланс, разумный. Мы не можем научиться на примере одного-двух запросов. Ваша типовая среда, типовое приложение даже при продолжительном тестировании не в состоянии закрыть все проблемы. В реальном мире существует огромное количество людей, пользователей, только они вам смогут сгенерировать всевозможные ситуации. На этапе обучения будут использованы какие-то вредоносы, которые вам будут подпускать зломышленники всякие. Это позволит нам научиться различать, что представляет собой полезную нагрузку, что не представляет собой полезную нагрузку. И мы можем наметить для себя какие-то ценные сведения. Но все остальное нам предстоит делать в процессе, на этапе дальнейшего использования приложения. Можем мы вернуться к инъекции MSQL? Поскольку мой вопрос касается этой темы. Хочу прокомментировать, как это все будет обнаружено, как ключевое слово, white space или что? Очень правильно подметили, именно поэтому я на этой теме останавливался. смотрите. Мы шлим лексический анализ в типовой ситуации. Все будет происходить вот так. Но в кастомизированной конфигурации могут учитываться какие-то дополнительные факторы. Все зависит от того, как вы ваш парсер настроите. еще вопрос. Можно ли использовать какие-то, пользоваться какими-то ожидаемыми ключевыми словами, тем, что может появиться в будущем? Допустим, мы знаем заранее, какие ключевые слова будут использоваться в том или ином случае, как быть, с теми или иными источниками. Можно ли под них адаптировать структуру нужным образом? White space, ключевое слово, white space, пробел, ключевое слово, string. Ну, например, если речь идет о динамическом запросе. Я понял. То есть вы имеете в виду, что в том же месте, могут иметь место разные инвизоры. Ну, все зависит от этапа изучения, обучения. На этапе обучения мы освоим только одну какую-то структуру. Мы работаем с сотнями запросов в зависимости от сложности вашего приложения и задачи, которые он решает. Мы адаптируем приложение к сотням запросов. Это могут быть динамически создаваемые запросы, что-то еще. все будет проходить абсолютно динамически, применительно к каждому запросу. Но в каждом случае приложение будет реагировать по-разному. простой пример. и тогда придется иметь дело с большим числом запросов. Ну что ж, хорошо, спасибо за внимание.